Значит, это вызывает восхищение в умах и сердцах других людей. К чему это приводит? Как только этого касаются другие люди, видят это, соприкасаются с этим, значит, это является причиной для благосостояния. То есть мы не будем материально ни в чем нуждаться. У нас будет достаточное количество имущества и процветания. В связи с тем, что в этот момент вот этой радости, то, что мы делимся этой радостью, что происходит с нашим умом. Значит, этот ум становится таким прекрасным. Почему? Потому что мы это, опять же, не зажали на себя, не зафиксировали, не ограничили только лишь своим. То есть мы это отдали. Что происходит дальше? В нашем потоке ума появляется такое качество, как притягательность. И это порождает причину, по которой ваши дети никогда от вас не уедут. То есть вы не останетесь одинокими. Это не приведет к расставанию. То есть если это супруги, то они будут вместе всю жизнь. Если это семьи, то они будут в гармонии. Если у вас есть, например, какие-то работники, они не будут вас обманывать. То есть это родит гармонию во взаимоотношениях в узком круге. Тех, кто с вами находится, тех, кто вас окружает. Далее это подношение рождает то, что этически, то есть есть так называемый такой аромат этики он называется. Я почти так сказал. То есть мы чисты, наши помыслы чисты. И это рождает определенную атмосферу рядом с вами. То есть если вы это делаете регулярно, это подношение, то вокруг вас возникает такая чистота. Чистота, которая называется чистотой или чисто этический запах. И в связи с этим, с вот этой чистотой, у вас возникает такое состояние или такая атмосфера вокруг вас, в которой все ваши дела, неважно это бизнес, работа, какие-то проекты, они будут очень удачными. И естественным образом притягивается на этот запах этики, чистоты этики, притягивается процветание. В связи с тем, что это чистое состояние, то есть легкое состояние, те омрачения и тревожащие эмоции, которые к нам постоянно приходят в плохой атмосфере или в плохих состояниях, у нас развивается такая правильная концентрация. И это, само собой, порождает очень высокую степень сосредоточения и успех, соответственно, в медитации. То есть медитация – это тогда, когда мы сосредотачиваемся на каком-то одном деле и проникаем в суть этой вещи. То есть мы понимаем не внешний, но внутренний смысл. Значит, что такое сосредоточенность и зачем нам нужно иметь такое высокое сосредоточение? Благодаря ему мы можем закончить любое начатое дело. То есть если у нас недостаточно концентрации, то мы бросаем дело наполовину. То есть мы не можем увидеть его концовку и закончить его. То есть если у нас до конца эта сосредоточенность не развита. Это был пятый пункт, да? Затем в шестом пункте мы добиваемся, только регулярно поднося в этом чистом месте цветы, мы добиваемся того, что в будущем или в текущем времени мы сможем закончить свое образование. То есть если мы ставим задачу получить высшее образование, или чтобы дети наши достигли, вот, закончили, удачно, успешно закончили высшее образование, то подношение цветов это также является причиной для вот этой реализации этого дела. Затем тем мудрости, про которые я говорил ранее, значит, первая мудрость, она связана со слушанием. Она просыпается, когда мы слушаем подлинное учение Будды. Вторая мудрость от слушания, вторая мудрость от размышления и третья мудрость от сосредоточения. Эти три мудрости также возникают в потоке нашего ума или они просыпаются в нашем уме, в нашем сердце. И эти три мудрости необходимы для вообще любой деятельности, которую мы делаем. И последнее, что мы должны сделать, это посвятить. Итак, здесь главный момент. Если мы делаем это для себя, вот, чтобы мне вот этого всего-всего-всего много и много прибыло, это неправильно, значит, это неправильно вообще, это в принципе неправильно. Если мы подносим, чтобы мы радовались другие, вот, это первая мысль, которая и порождает вот эти все вещи. Значит, еще раз я перечислю их, значит, когда мы делаем подношение, первое, что мы получаем, это физически здоровое тело. Второе, это мы имеем достаточное имущество, процветание. Мы не будем нуждаться, третье, в достаточно, у нас будет всегда пищи и питье. Далее, это третье было, четвертое, значит, значит, удача и легкость в работе в связи с чистотой этики, с дисциплиной. Этика и дисциплина здесь одно. Четвертое. Пятое, это прогресс в медитации или мы будем достигать понимания вещей. То есть мы легко, то есть не внешне мы будем видеть ситуации, а мы сможем видеть сразу суть, суть всей ситуации и принимать правильное решение. Прогресс в медитации. Заканчивать любое дело сможем. Шестое, это полное образование. Седьмое, это три мудрости, слушание, размышления и медитации открывается. И последнее, это все ваши желания будут исполняться легко. Какой же сущностный момент, то есть на что здесь идет удар? Не просто подношение, я подношу, чтобы другие были рады. Не работает, неправильно. Значит, мысль такая, чтобы другие достигли полного освобождения от страданий. Чтобы они получили все, что им нужно в этом. То есть, чтобы они достигли полного просветления. То есть, что значит просветление в этом контексте? Полное избавление, чтобы они стали полностью счастливыми и никогда не страдали. Вот если есть эта мысль, и вы можете ее представить на всех бесчисленных живых существ, вот тогда это подношение имеет силу. Подношение одного цветка, одного букета. Действие маленькое, а результат громадный. Громадный. Продолжение следует... Значит, сейчас мы коснемся другого аспекта ступы, как место силы. Эффект есть даже тогда, когда мы просто подходим к этому месту и смотрим на вот это гармоничное сочетание элементов. То есть, начиная с земли основания, каплевидной формы воды, значит, это ваза. Потом язык пламени — это кольца. Далее идут зонты или флажки, они показывают движение воздуха, элемент воздуха. И выше, на самом-самом верху, значит, есть шарик, который заостряется и уходит в пространство, то есть в ничто, то есть там, где нет уже элементов. То есть получается земля, вода, огонь, воздух и пространство. Когда мы соприкасаемся взглядом с этим сооружением, то гармония, симметрия и сочетание этих элементов рождают гармонию в нашем собственном теле. То есть мы имеем оздоровительный эффект через тот воздух, который соприкасается со ступой. Мы общаемся через энергию, то есть если бы у нас не было языка и речи, мы не смогли бы понять ничего, что происходит у нас в голове, или мы бы не смогли сказать, чего мы хотим даже. Это энергия. Точно так же она выделяется со ступы через соединительный элемент воздуха. Коснувшись ступы, она касается нас. Там гармония, у нас дисгармония. У нас болезнь, там ее нет. И таким образом происходит очищение наших внутренних элементов. Это первое. Значит, только лишь соприкосновение взгляда. Но для того, чтобы это заработало, то есть только посмотреть, мало что будет меняться. То есть надо, чтобы эти энергии пришли в движение. То есть чтобы работа произошла. То есть внешне мы имеем воздействие на свое сознание, на свое сердце, когда мы смотрим. У нас возникает определенное чувство. Но для того, чтобы заработали энергии, нам необходимо делать обхождение вокруг, по часовой стрелке. Таким образом все энергии тогда входят, начинают работать. И мы таким образом обретаем баланс. То есть все, что ненужное, выходит. То есть регулируется и температура тела, и наличие, само количество энергии. Состояние элемента земли, как твердых вещественных субстанций, кости, плоть. Значит, это все через кровь, через обхождение. Короче, когда мы делаем обхождение вокруг, это все приходит в движение и гармонизируется. Так. Значит, здесь в этом тексте. Также есть блага от обхождения ступы. То есть что же мы приобретаем, когда обходим ступу вокруг? Помимо того, что мы сейчас сказали о здоровье и гармонизации внутренних элементов, что мы обретаем? Значит, с Римпачей мы провели работу, то есть я перевел более детально, более кропотливо, и это у меня уже зафиксировано. И Римпачей сейчас передаст благословение на то, чтобы эти энергии работали и коснулись вас. То есть это то, что сказал сам Будда об обхождении вокруг. Какие блага? Вот. Горба живой. Пеню, ни. Нигжи, пяма карвю. Моным ахяппали. Таня сладкий цинлин ни чикцамда, ча чикцамда, корба чикцамда. Тему, чарва чикцамда, метов чикцамди и гю. Чего кипарангюрува. Тадватангюзи кянь. Санба читтава сSíнду. Текпашумпатаги. Нарминтого по кюрзи йжедан. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...